телеканал спас снова возвращает нас в историю и алексей огурцов и мой сын игорь отправимся из москвы в санкт-петербург по древнерусским землям по разрушенным храмам чтобы своими глазами вместе с вами увидеть спасти и сохранить то что можно еще спасти и сохранить ну что путь путь наша история есть много достойных страниц но были непостижимой трагедии когда мы сами разрушали свои святыни сегодня время собирать камни мы увидели своими глазами как люди ждут возрождение русских святынь это память и покаяние искупление наши деды принесли себя в жертву в страшной великой отечественной войне чтобы сохранить эту святую землю сейчас она нуждается и в нашей с вами же чтобы мы обрели надежды на будущее отец павел флоренский однажды сказал такую фразу православие не доказуется а пока зумица даже многим москвичам неизвестно что на территории новослободского парка до революции находился женский монастырь до наших дней от него сохранился храм всемилостивого спаса ныне действующий и собор который в поздний советский период отдали московскому вузу под вычислительный центр то почти что весь квартал занимал монастырь всех скорбящих радости женские в 90-м году купщиха смирнова подала прошение о том что хочет на свои средства построить этот собор и вот он строился с 91 по 94 год и является единственным в москве вот таким монастырским комплексом в не уродском стиле у него оказалась трудная судьба так как в двадцать девятом году в принято решение закрыть его и передать для нужд учебных заведений в 76 году это здание перешло станкину так как после строительства этого собора это оказалось одно из самых значительных монументальных зданий в этой части города то кстати снаем поместили вот это вот невидировочный знак даже такие знаки были на храме христа спасителя на сухаревой башни на красных воротах все были снесены вот он сохранил что пойдем процесс разрушения храмов начался задолго до советской власти в москве практически нет средневековых храмов каменных деревянные понятно не могли бы дожить город разрастался количество жителей разрасталось маленькие храмы переставали вмещать растущее количество прихожан поэтому на месте маленького храма ставили большой алексей константинович толстой друг императора второго писал ему императору что он боится приезжать в москву потому что у а вдруг я опять не увижу вот одного из каких-нибудь своих любимых храмов наш приход поехал на корфу служили литургию вам прикладывались к мощам молились и наконец отреагировали на письмо святейшего патриарха кирилла и резолюцию которую президент владимир владимирович пушкин наложил на этом письме что вопрос был решен вот наконец-то было принято решение о том что храм передать и в день святителя спиридона 25 декабря мы получили ключи от храма и в тот же день нам чудесным образом принесли этот образ частичкой массе святителя спиридона да 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 рукописная да 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 это первая икона именно в дар этому храму да этому храму в этот двигатель как локомотив который вот потянул потянул и поверьте мне что к этому локомотиву будут прикреплены больше больше вагонов в вагонах больше больше людей вот и с людской помощью по кирпичику знаете как на каждом кирпичике принести немножко денежек и сказать вот это мой кирпичик пускай вот он будет здесь да хотя его замуруют как бы да но он понимает что что он частичку отдал это вот интересно будет спасибо вам спасибо внутри входишь вроде бы как и ничего не осталось от храма но храм это же не просто здание это это не просто кирпичи это такое место сакральное он никогда не перестает быть храмом это можно сравнить с человеком который но вот например в коме да но он все равно живой он все равно человека и и врачи в белых халатах ждут когда же он задышит чтобы немедленно приступить к реанимации я проезжал каждый раз на троллейбусе мимо собора и я был тогда неверующий и каждый раз вот у меня было ощущение но вот неправильно что не может соборе быть вычислительный центр мне говорили вот это чувство меня не покидало хотя вот я говорю что я был но не то что неверующий но где-то что тут на уровне вот такого обывателя но два месяца назад там были просто стены офисные стенки какие-то сигнализации это навороченная там компьютерная техника сейчас уже там там уже можно служить там уже служат уже алтарь открыт кстати алтарь это единственное место которое осталось цело которое не разрушит при советской власти и то что вот храм все таки вот при моей жизни я не думал что я увижу это прямая жизнь открывается собор восстанавливается это чудо для меня одно из чудес которых на самом деле много было моей жизни вот бог меня как порадовал этим вот и но это здорово это же был крупнейший монастырь до революции здесь было больше 500 монахинь крупнейший монастырь в москве вот и все весь парк он находится на территории этого монастыря монастырь был намного больше вас практически уже 40 и 49 вот то есть это уже будем так далее крестили все имена знайте именно с трудом с трудом но перечислил у нас все братья так или иначе служит богу и кстати все братья связаны именно с этим храмом потому что здесь пятеро из нас начинали свое пономарское служение вот и продолжают здесь служить я здесь пою старший брат здесь служил в священном сане то есть все шесть братьев они связаны с этим храмом вот и сестры тоже сюда приходят с со своими семьями то есть у нас вся семья очень любит этот храм и в том в том или ином качестве у нас все братья и сестры служит богу пока я вот служу так как могу рядом с папой всегда замечательно когда рядом с тобой есть такой близкий и мудрый священник это прекрасный дар божий что рядом есть такой замечательный пастырь тем более если этот пастырь это твой отец любимый отец да с которым ты как бы всю жизнь события глобального грандиозного масштаба не происходит без попущения божия в священном писании говорится что у каждого народа есть свой ангел есть слава народов и у каждого народа она своя и вот русский народ безусловно это какой-то особый избранник божий и мы имеем часть принадлежать к этому народу и вот про русский народ твардовский в поэме василий теркин сказал совершенно замечательно не то серьезный то потешный нипочем что до что снег в бой вперед погонь кромешный он идет святой и грешный русский чудо-человек по дороге мы с папой удивлялись что и в современном мире есть люди обладающие былинной богатырской силой такие как батюшка александр ильишенко человек может и 15 детей вырастить и монастырь восстановить и быть примером для многих а мы перед выездом из москвы должны были пусть и еще один московский храм покрова богородица в филях ну смотри вчера были в зачатинском монастыре рядом сквер вроде бы должен быть храма его там нет но здесь же намолен и храм 17 века да и смотри все ближе и ближе каменные джунгли это довольно-таки обширная территория была в отчиной нарышкиных лев кириллович сооружает данный храм как обетную церковь вследствие спасения в ходе стрелецкого бунта здесь мы не можно увидеть элементы рококо и элементы манеризма этот храм является бой что-то новое нарышкины пытались отойти от обыденности мы сейчас с вами находимся в верхнем храме спаса нерукотворного красота какая это сразу то хочется вопрос это оригинал это конечно оригинал 1690 года постройки из исключением нижнего ряда икон которые сейчас находятся в музее рублева это работа белорусских мастеров резчиков по дереву так называемая флэмская резьба они как-то да и наградный лист лоза небо которое изображается здесь оно золотое удивительные иконы они равнодушно не оставляют практически никого кажется что этот иконостас как книга в нем истории загадки послания нам из далекого 17 века но только нужно научиться его читать вы наверно прошли и не обратили внимание да то есть что-то под ногами скрипит что понятно что какой-то старые такие доски но изначально с того времени обратите внимание это дубовый паркет 1690 года вот это опали на которую вы сейчас видите это не мы это французы все-таки пытались в 1812 году обратите внимание царская ложа которая находится сверху на там проводили наши императоры время был отдельный вход что ли да как у них был отдельный вход вообще петр первый приезжал к своему дяде к льву кирилловичу на рыжке но очень часто долгий период времени курсировал ботик петра первого у нас здесь рядышком находится москва река соответственно он приплывал на этом ботике своему дяде походить по зимним садам посмотреть на тюльпаны подышать но и соответственно помолиться туда так что вот этот храм он конечно удивительный да здесь также обратите внимание архидиакон стефан изображен на молодого петра да либо это иконописцы решили сделать такой реверанс заказчиком и изобразить еще и правящего императора либо же лев кириллович попросил чтобы его племянника изобразили но так или иначе портретное сходство я думаю о том что весьма весьма здесь замечательно и видно музейные работники сохранили эти предметы то по сути дела храм музей в этом храме были наверное все министры культуры россии пытаясь принять какое-то решение храм является древле хранилищем а я древле хранитель в западном векре асту и древний хранитель здесь я помню свои ощущения когда мы совершили первые литургию верхнем спасском храме на этом престоле там служил свидетель тихом новомученики вот была какая-то пустота до иконы до царские изографы прекрасно все музей но все-таки это храм из молитвы без божественной литургии храм все-таки пустой отец александр на данный момент первая необходимость какая нужна помощь храму его отреставрировали к олимпиаде 80 реставрация была долгая она в принципе была сделана хорошо вы понимаете что ничего вечным не бывает ну уже в середине 90-х годов была сделана косметическая реставрация отвратительная если мы посмотрим мы увидим что стены покрыты акриловой краской кирпич что не должно быть кирпич конечно кирпич да кирпич не дышит влага кирпич не дышит кроме того ну свое время это еще было при первой реставрации были сняты сливные трубы водопроводные ну я понимаю из эстетических каких-то соображений но вода льется по стенам и кирпич разрушается фасадная работа необходимо сколько раз я проезжал мимо на машине или видел его из вагона метро он казался игрушечным и брошен даже не думал что в нем идут службы сегодня у него рушатся стены и в куполе растет трава ну разве храм эта игрушка так то что прокладываем маршрут сначала у нас троицкий собор я храма а затем у нас сергиев посад черниговский скит потом моногарова на это еще по прямой но немножко повеляем но слушай дорога кстати когда мне предложили вести программу дорога я почему-то сразу подумал о тебе а знаешь почему я буду безумно рад что у нас такой семейный подряд и этим семейным подрядом мы призовем зрителей людей которые неравнодушны к восстановлению старых храмов те как спасибо очень классный подарок сынок поверь мне если не мы так кто поехали так началось наше путешествие из москвы в санкт-петербург по святым местам которые ждут наши с вами помощи эта дорога по которой прошла волна разрушений сначала в годы революции а затем войну молодым это еще все предстоит осознать ведь маленький город я храма остановил целую армию фашистских захватчиков это был крайний рубеж перед перед поступом москвы освобождала первая ударная армия которую возглавлял генерал кузнецова и кстати площадь в городе я храме центральная площадь называется его именем генерала кузнецова сегодня мы поедем в один из храмов я храме троицкий храм где увидим своими глазами как строилась как разрушалась и в каком состоянии сейчас троицкий храм а еще тогда на перемиловской высоте папа сказал мне что родина она складывается из того что ты узнал почувствовал успел полюбить из того что стало для тебя родным и для этого нужно с ней познакомиться узнать ее как человека храм был плодом грандиозного замысла иван артимович лямина который был здесь владельцем мануфактуры и замыслил этот храм как некий такой вот ну венец вот всего его замысла о городе в общем то не город даже здесь несколько деревень город он только сорокового года город я храм появился а до этого покровская мануфактура по количеству рабочих превышало количество жителей города дмитров до революции то есть дмитрове было пять тысяч человек а рабочих у лямина было пять с половиной тысяч он создавал условия жизни этих людей которые здесь могут как-то раскрыть свои таланты вот как трудящего человека где-то творческий потенциал он все создавал для них и для них как людей верующих тоже был создан храм где мы могли все вместиться он не для себя его создавал чтобы все рабочие могли сюда прийти на праздник как то вот это некое такое объединительное начало для всех на освещении храма присутствовал 10 тысяч человек было накрыто 100 столов по на 100 посадочных мест каждому из приглашенных а приглашены были все рабочие все инженеры а также на духовные лица которые сопровождали митрополита для каждого был заказан вот такой и сервис из двух тарелок вот у нас сохранилась две тарелки храм разрушающийся снаружи оказался уже отреставрированным внутри мы с папой узнали что храм был построен 1895 году и прослужил людям всего 35 лет узнали что в то время настоятелем храма был протеерей сергий причисленный сегодня клику новомученику он был свидетелем торжества когда строили колокольню когда поднимали огромные колокола когда все люди и рабочий я храм и местные жители были как одна семья и он же был свидетелем страшных событий когда те же люди отрекались от своей веры и колокола сбрасывали они все это создавали строили радовались а потом начали разрушать может быть мы еще будем отвечать за такое небрежение таким святыням все кто впервые сюда приходит получает два впечатления первое снаружи второе уже войдя внутрь здесь внутри видно насколько плодотворно потрудились мои предшественники настоятели отец аркадий отец максим вот сколько при них было привлечено в общем то и средств потому что объемы поражают я в свое время был настоятелями других храмов где тоже восстановление что и поэтому прекрасно представляю насколько трудно даже небольшой храм восстановить а это огромный собор один из крупнейших московской области по это что их всего три таких соборов и на московском и на больших безусловно по своей конечно такой архитектурной уникальности он все-таки такой чистый классицизм при предыдущем настоятели сюда даже студенты мархи приезжали посмотреть вот именно памятник вот где чистый классицизм люди которые увидят миллион людей видят поверьте мне помощь придет помощь придет и мы с вами обязательно накроем не сто столов я это чувствую по-человечески ну наверно все возможные способы привлечь что-то какое-то внимание они уже используют кто-то приходит там территорию по и помогает убрать бабушка просто помогает подсвечник почистить пол помыть где-то какие-то еще в общем то вот моменты они все важны как мы помним лепта вдовицы евангелие она самая ничтожная монетка но она была господом оценена больше чем какие-то богатые вложения поэтому я думаю что храм он нуждается в людях я помню как-то одна из таких бабушек она вот ко мне подошла и так вот тихо там нам сказал бачка какой молитвой молиться чтобы дожить когда храм восстановить я сказал наверное мы не так и быстро устанавливать чтобы вы пожили подольше поэтому верим что господь он слышит молитвы и все делает вовремя некоторые люди так говорят а зачем восстанавливают храмы лучше бы больниц настроили мы все больны не только телесно но и духовно это тоже важно восстанавливать храмы где мы лечим свои души а это по-моему важнее чем тело тело умирает а душа вечно когда храм начал возрождаться возродили крестный ход по яхраме и следующем году нам сделали дороге а то в мышле первый крестный ход был по разрушенным дорогам сделали тротуар чеки видите как все таки помогает вера то помогает от нас требуется усердие и решимость отсутствие решимости в человеке делает ему слабо ведь наш путь это путь в гору в гору преображения ведь когда мы поднимаемся в гору нам тяжело но поднявшись в гору мы видим все просторы своего сердца видим все горизонты видите все свои недостатки и страсти и над ними работы а когда человек у него он спускается мощь сама настоящая мощь ну что с богом сто пятьдесят ступенек мы половину хоть прошли когда же пожалуйста скажи пожалуйста а вот на разные разные праздники разные службы красная музыка колоколов ну есть конечно церковные каноны относительно зона трезвон перезвон а какая ритмика тут уже не важно как сердце да бывает что звон и не похожи один на другой бывает что звонишь монотонно от воскресенья в воскресенье бывает что какая-то ритмика вот тебе прям во время звона приходит на ухо если так можно сказать и ты уже начинаешь перебирать начинаешь импровизировать даже а сколько раз сколько раз в день происходит звон колокольный ну звон колокольный происходит перед началом богослужения конце богослужения ну и например такие важные моменты как чтение евангелия конец евангелия начало евангелия и хрестический канон то есть до момента богослужения вот символа веры окончании россии пение символы веры до отче наш сопровождается ударами в плане у нас есть логови с этого главный пола большой колода можно тренироваться бегает туда-сюда но у нас есть возможность звонить снизу у нас есть трос да да визу там ручка можно звонить снизу это кто так придумал но это милостью божья сергий нас помиловал и пропустил нам трос вот он его видно по ролику спускается вниз позвонить можно а как получается как как душа лежит бум о а ногой молодец молодец ты можешь когда я попал в аварию да и маме позвонили сказали что я погиб а через полчаса позвонили сказали не 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 он не погиб он оказывается в морге очнулся да я оказался живым и трепанации будет делать и первый первый кто когда я очнулся в больнице был батюшка батюшка который лежал в одной палате и он мне говорит это алексей а почему у вас нету крестика как бы цепочка есть а крестка нет я бы пачка вы знаете я не крещен а почему вам вам за 30 лет нет немножко стало стыдно я вот помню как я с синяками с порванными руками с шрамами я пошел храм да и тоже батюшка там удивился когда это что вы вы я бы вы знаете у меня дело то что ну папа тридцать седьмого года мама а сорокового года там партработник там у нас партработник но мы же с тобой все равно уговорили деда ну да же деда уговорили и он те же три года да да мы пошли в храм и покрестили в то время гефсиманский скит и черниговский скит соединял именно под этим озером и монахи могли ходить общаться но его сейчас нет отец августин здравствуйте здравствуйте вот время отца и сына с того духа спасибо спасибо вам житие это вот прекрасное место еще был заложен 1847 году блаженным юродиумом филиппом который по благословению тогдашнего наместника троицы и галавры архимандрита антония благословившись начала рыть на этом святом месте маленький погребочек а когда он приехал архимандрит антоний он увидел здесь не погребочек а пещерки наподобие кипичерских ну естественно он доложил своему начальству повыше митрополиту филарету и тут убедившись то блаженный филипп это человек божий сказал на это я благословляю ищущих здесь господа в этих сырых пещерах отец августин а скажите пожалуйста вот у нас же были тяжелые времена это тридцатые годы когда закрывались храмы когда преследовали священнослужители этот храм прошел такую историю храм закрыт был 1922 году после закрытия скита это святое место не пустовало потому что после революции москве московской области было много беспризорников и здесь была колония имени каляева знаменитого приют для беспризорных мы знаем что подземные керри были залиты водой и знаем что сейчас потихоньку начинается хождение грунта и мы тоже хотим обратить внимание на это понимаете и любой храм который достался нам нуждаются как говорят врачи в лечении потому как вы видите благолепие это вот наше лечение которые мы по мере возможностей по мере своих сил по мере мая нашего молитвенного труда которые вложены здесь не от не поколением вот мы залечим ветеран это собираем то есть камни которые были разбросаны за 70 лет нашей истории самое главное это сделать гидроизоляцию по всему периметру черенков собора черенковской божьей матери потому что здесь очень много земляных работ потому что фундамент уходит по подземлю на минус 5 метров это очень большие колоссальные работы братский корпус трапезный корпус надо отремонтировать как крышу надо отремонтировать кель и заменить полы заменить окна после у нас вы боитесь нет не то что боимся тоже разложение ты за разве чего мы у вас в гостях десантник было в гостях десантник не ну с этой точки зрения конечно ну как сразу свежо хорошо мы спускаемся пещерный храм кстати чтобы телезрители они просто не понимают как как сразу здесь холодно холодно но этот холод не тот который пускает мурашки это холод абсолютно от другого это холод от предвкушения того что мы сейчас увидим с вами когда мы пришли сюда храм был затоплен водой по щиколотке а почему там сбрасывали мусор святой источник забит кирпичами вывода нарушена гидроизоляция нарушена все что можно было храм очень сырой пришлось откачивать постоянно это было очень трудно справиться этот родник родник он был здесь с того момента когда начали рыть пещеры посмотреть что же там такое за родник вот они кири до нижний пещерный храм храм честь архистратика божий михаил она правда в этом месте было вырод погребочек блаженный филиппом а здесь сейчас по и пройдемся по пещерам эти маленькие пещерки которые которых жили первые подвижники которые посередине монахи монахи послушники их ровно было двенадцать смотри как интересно разные разные времена в разные времена здесь что-то происходило здесь была и тюрьма здесь был еще и госпиталь здесь склады были и трогайте стены трогайте стены ты понимаешь что ты реально попадаешь в историю темноте пещерной темноте пещерной отрешенность от мира никто не мешает никакие звуки не дадутся сверху а когда человек находится в таком помещении пещерах теряется присутствие времени хорошо а как пищу принимал пищу принимал пищу приносили пищу конечно подвижник да здесь знаменитый был затворник кировский монах александр а спал то есть что сразу здесь все здесь то есть стояла кровать до топчан я даже не знаю я вообще задумывать смог бы я ну я вроде прошел четыре войны смог бы я хотя бы сутки но на гупахте сидел было дело добыла сказать что да могу себя обмануть у солдат тоже проходит новоначальный курс молодого бойца ну конечно да да какой солдат не хочет обирал сам источник находится минус 5 минус 5 метров над уровнем от нижнего пола яруса до пещерного храма дальше мы не можем спуститься потому что стоит вода а вот в середине вот где видно насос стоит и сам источник еще два метра минус отсюда вода подавалась на паперть на паперть и стояла чаша и освещали там воду на паперть специально приезжают москвичи за нашей водой игорёх ребята сказали там есть дорога короче слушай в интернете про филиппушку прочитал который скит основал но он был обычным человеком как и у тебя было двое детей но во первых у меня и сейчас двое детей еще и внук есть да хорошо но знаешь в определенный момент взял и пошел скитаться просит слушай я смотрю тебя прямо интересно стало заинтересовался ночью ухты прогресс то какой москве его тоже хорошо знали как и родивого филиппушку с голубком он практически не ел носил вериге и железный посох с весом примерно 16 килограмм с медным голубем самое яркое впечатление в этом пути у него осталось от пещеры киево-печерской лавры после многолетних странствий филиппушка пришел свято троицкую сергиеву лавру какое-то время жил при обители и потом попросила разрешение недалеко от нее вырыть как он сказал погребок сам филиппушка был прозорливым и многие людям подсказывал и пошла оските по русской земле слова и потянулись в скит люди за совет и исцелением от болезней и все были услышаны все получили помощь смотри идеально идеально кристально идеально чистая вода прозрачная и что с каким чувством окунались грехи наверно какие были а еще как то есть окунулись и право с милостью все смыл вышла обновленная пойду к мусору спасибо это не туда не хотя мы правильном направлении вода приблизительно плюс 2 градуса цена плюс 2 а уже за попадая попадая в речку осеток уже плюс 15 вот странно да и правда окунуться святом источники совершенно незабываемое ощущение и там же в зарайске на источнике белый колодец я вдруг впервые подумал что есть такие чувства которые я никогда не испытывал в этом путешествии когда я узнаю что-то новое о храмах об истории то на самом деле я узнаю что-то новое о себе самом нам первую очередь надо войти самое такое место замечательное здесь это липовая роща деревья которым уже под 300 лет липы и по краям обсажены дубами это то есть при достоевских уже было им по сотню лет я видел много памятников достоевскому и у нас и за рубежом считаю что это ну если не самый то один из самых лучших памятников он вписывается в ландшафт он вписывается в природу то есть это вот достоевский который вот так я предполагаю и памятник сделан по известному портрету перова это достоевский в 77 году когда он сюда приехал уже будучи известным писателем и вот на этой поляне вспоминает свое детство и когда достоевские приехали храм уже был в полном своем великолепие это совсем недалеко отсюда это меньше даже километра то есть можно пешочком туда ходить и достоевский ходили вот отсюда в храм на все службы они были очень привязаны к этому храму достоевского в разных произведениях он возвращается именно к этому сельскому храму уже впоследствии одна из племянниц достоевского вышла замуж за сына священника этого храма то есть у них еще с этим храмом были такие родственные родственные связи и в этом храме была замечательная библиотека мы сейчас нашли опись этой библиотеки мать это вот книги которые достоевский здесь летом читал наверняка батюшка федору давал наверное эти книги вот обратите внимание они у нас все пронумерованы диндрологи работали вот видите номера у этих лип это вот 285 липа да а вот рядышком обратите внимание это то что мы посадили и вот уже наши наводил наводил водил они уже вон видите некоторые выросли эти поменьше то есть мы сажаем там где выпадают липы и сразу подсаживаем чтобы они зрители сейчас не передать запах который который тут час стоит запах земли истории запах лип все-таки по вашему мнению в чем нуждается храм какой помощи на храм вы знаете слава богу что вот сейчас его восстанавливают идет реставрация но они должны эти работы закончатся до 21 года то есть к юбилею достоевского обязательно храм уже должен быть а дальше будет много проблем но на что сейчас средства выделены непосредственно на реставрацию то есть само здание саму внешне до должны восстановить и надо чтобы внутри было так же как это видел достоевск у нас есть описи что нам было как что там стояло какой был этот грязной иконостас какие там были иконы все бы все вот если вот сейчас восстановить это будет в общем-то аутентичное место вот это документы описи они нам позволяют воскресить так говоря восстановить создать так как это было сохранились две росписи две фрески над северным входом и над южным входом те самые которые видел достоевский я сам первый раз так близко на них смотрю мы с вами на единственную такую уникальную возможность имеем увидеть их вблизи в целом это как бы знаки ветхого завета и остался еще маленький кусочек вот но по которому можно восстановить целое это лестница по которой грешники карабкались ища путь к спасению это который мы все карабкаемся ища тот же самый путь к спасению мы с вами вспоминаем сегодня евангельское событие когда один сотник пришел к спасителю и попросил его у у меня дома тяжело болеет мой солдат я тебя прошу скажи только слово прикажи и исцелеет мой солдат мой отрок потому что я приказываю своим солдатам и они мои приказы исполняют и ты прикажи и он выздоровеет господь удивился и сказал я в израиле такой веры не нашел иди и как ты веровал да будет тебе и когда он шел домой тот час исцелел его солдат когда с молитвы мы обращаемся за себя просим дай господи нам здоровья и милости и помощи это одно а вот когда мы просим за других людей обращаясь к богу за помощью это гораздо выше это гораздо сильнее и серьезнее и тогда господь творит чудеса мы сегодня с вами свершая молебен перед началом очередных работ по созданию храма молимся чтобы господь услышал нашу молитву ведь просим мы не за себя а просим за наших прихожан сегодняшних и будущих то есть просим за наших детей чтобы господь даровал возрождение этому месту послал добрых благочестивых благотворителей которые помогут возродить эту порушенную святыню и сделать это местом спасения наших детей которые будут сюда приезжать на место где захоронен отец великого русского писателя и мы сделаем все для того чтобы сердце наше было открыто для прошений молитв о возрождении этой великой порушенной святыни спасибо вас господи за общую молитву храни всех господь и благослови достояние твое победы православным христианам на сопротивная даруя и твоя сохраняя крестом твоим жительству спасибо господи спасибо господи Как передать зрителям те эмоции и чувства, которые испытываем мы? Как донести простую мысль, что то, какие мы сейчас, это результат жизни многих поколений? Эти храмы – это мы и есть, и от этого не отмахнуться, и через это не переступить. В третьей серии мы найдем самый древний подмосковный храм из дерева, встретим байкеров-волонтеров и узнаем, чьи же на самом деле патриаршие пруды в дорогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok